Ну а то, что сахар вреден для зубов и фигуры, знают даже дети. Но сладкое отравляет еще и мозг. Особенно опасаться следует любителям газировки. В Калифорнийском университете доказали. Мыши-сладкоежки стремительно тупеют. О том, как из человека разумного не превратиться в человека жующего. Полина Крикун. Берем крысу из клетки и накрываем ее пластиковой посудиной. Важно, чтобы она ничего не видела. Этот эксперимент индийские ученые в Калифорнийском университете ставят по несколько раз на день. И сам до сих пор с трудом верит, что банальный сахар или фруктоза может разрушить мозг живого организма. Шесть недель подряд одну из этих крыс поили чистой водой. Второй добавляли 15% подсластителя. В наших исследованиях мы используем воду, содержащую всего лишь 15% фруктозы. По сути, это то же самое, что пить каждый день газировку. Для многих в Соединенных Штатах это основной напиток в течение дня. В нем, кстати, 20% сахара. Включаем свет, снимаем тазик, которым мы закрыли животное. Чтобы не смущать крысу, лучше смотреть на экране монитора. 17 отверстий, лишь одна нора. Лабораторная крыса должна в минимально короткий срок ее обнаружить и спрятаться. У здорового животного поиск занял ровно 10 секунд. Мы засекали. Это хороший результат. А вот животное, которое потребляло сахар, нашло убежище лишь через 3,5 минуты. Ученые говорят, человек может столкнуться с такой же проблемой. Любители сахара в прямом смысле разрушают свой мозг. Я рассматривал фруктозу, потому что это самый важный посластитель во всем мире. Он используется во всех, без исключения содовых, в соках, в каждом готовом продукте. Еще 30 лет назад люди были уверены, что лучше использовать фруктозу, чем, например, глюкозу. Она не должна нанести вред организму. Но те результаты, которые мы получили сегодня, они ужасны. Люди перешли на фруктозу через месяц ее употребления. Проблемы могут быть гораздо серьезнее. Содовый в перемешку с конфетами всего через 2 месяца мозги напрягать не придется. Когнитивные функции атрофируются, а запоминать и анализировать информацию мозг будет с трудом. Единственная фруктоза, которая может быть полезна нашему организму из натуральных фруктов. А вот от ее искусственных аналогов, впрочем, как и от сахара, лучше всего отказаться. Ведь если тот факт, что все это вредит нашему мозгу, ученые доказали лишь сейчас, то о проблемах, связанных с сосудами и сердцем, они говорят уже достаточно давно. В ходе последнего исследования были опрошены 559 американских подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Все эти молодые люди злоупотребляли содовый, где, как известно, огромное количество искусственного аналога фруктозы. Удивительно, но у каждого из этих молодых людей были обнаружены серьезные заболевания сердца и сосудов, конечно, не характерные для их молодого возраста, а также повышенное количество лейкоцитов, устойчивых к инсулину. Оказывается, говорит профессор Гомес, пенилья в головном мозге свои лейкоциты и свои гормоны, отличие от организма в целом. Впрочем, как и разновидность инсулина, переизбыток фруктозы может нарушить функцию рецепторов. Печальный исход в таком случае – вполне реальное и страшное будущее – инвалидность. В пакетах или бутылках сока натуральности ноль, и это надо понимать. А так как многие привыкли, что сок должен быть сладким, производители не скупятся на экстремально высокие дозы сахара. Никто не думает о том, что это убивает людей массово. Но выход все-таки есть. Если обойтись без сахара вы не можете, доктор советует принимать жирную кислоту омега-3. Она нейтрализует сладкую отраву и помогает мозгу восстановиться. Полина Грекун, Борис Брыкин, программа «Пятница», США, Лос-Анджелес.